60 лет назад в нашей стране была образована служба криминалистики. Сначала этим занимались органы прокуратуры, а в 2007 криминалистика вошла в структуру Следственного комитета. Работа тяжелая, основана на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. Их, к счастью, в сравнении с 90-ми, даже нулевыми, становится меньше. С каждым годом количество убийств сокращается на 30%. Вот в связи с чем это, в связи с чем-то, это уже, наверное, должны криминологи изучать. Почему такое резкое снижение происходит, то есть или отток населения, или жизнь у нас лучше становится, или, значит, своевременно работает правоохранительная система, в частности, профилактика преступлений. Здесь трудно сказать. Возможно, это совокупность факторов. В отделе криминалистики в региональном следственном управлении работает 11 человек. Неделя перед профессиональным праздником выдалась нелегкой. В областном центре была убита 16-летняя девушка. Ее тело нашли закопанным в Ивановском районе. Ородием убийства стал охотничий нож. Злоумышленника задержали. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Бурные обсуждения в соцсетях немного утихли, а криминалисты до сих пор ездят по городу и собирают улики. Их следственная работа только началась. Предварительное следствие продолжается. В настоящее время даже следственные действия выполняются. В частности, ведется розыск части вещей, которые были при девушке, которые преступник, пытаясь уничтожить улики, разбросал в разных частях города. Сейчас криминалисты, в частности, от моего отдела работают над этой задачей. Получать удовольствие от подобной работы сложно. И за дня в день криминалистам приходится видеть убитых горем родственников, изворотливых преступников и тела их жертв. Чувство самодовлетворения возникает очень часто в работе тогда, когда благодаря труду, вложенной душе, проведенных следственных, процессуальных действий, умозаключений своих, после нескольких бессонных ночей, трудоемких следственных действий, кропотливых, преступление раскрыто. И тогда, конечно, чувство самодовлетворения, если оно сложно раскрывалось, долго и тяжело, то, конечно, там присутствует это, надо сказать, однозначно. В преддверии праздника в гости к криминалистам пришли воспитанники подшефного детского дома «Звездный». Старший инспектор отдела рассказал им о тайнах следствия и показал содержимое того самого чемоданчика, с которым так часто работают эксперты в детективных сериалах. Лупа, штангенциркуль, пинцет, здесь видите секундомер, ну и также необходимые следователи ручки, там ножницы. Имеется также необходимый упаковочный материал, естественно, это конверты, куда складываются упакованные вещественные доказательства. Набор там дактилопленок, скотч, ну и иные, в общем-то, инструменты. Никаких киношных шпионских штучек у наших криминалистов нет, но даже этот набор вызвал у ребят живой интерес. И может, спустя годы кто-то из них придет в отдел криминалистики уже в качестве сотрудника.